База военно-морского флота в Североморске была одним из самых важных военных объектов Советского Союза. В мае 1984 года там произошел загадочный инцидент, подробности которого до сих пор скрыты. Жители Североморска увидели поднимающийся в небо грипп, похожий на ядерный. Многие подумали, что началась Третья мировая война и Соединенные Штаты Америки нанесли ядерный удар. В 18.15 над складами воинской части 63976 в губе Окольное моряки замечают дым. Оперативному дежурному поступает звонок от старшего офицера соседней части, который интересуется, все ли в порядке. Оперативный дежурный, капитан третьего ранга отвечает, что все под контролем, небольшой пожар практически уже потушен. Однако спустя 20 минут раздается сильный взрыв. Боеголовки для зенитных ракет в количестве 500 штук одновременно взлетают на воздух. От страшного взрыва детонировали пусковые механизмы ракетоносителей, после чего ракеты взмыли в небо. К счастью, это были болванки, в которых отсутствовали боевые части, а также не был заложен курс атаки. Они начали хаотично метаться в небе над Кольским полуостровом с неконтролируемой траекторией, рискуя в любую секунду повернуть в сторону города. Жители Североморска, наблюдая необычный фейерверк, думали, что военные проводят учения и все под контролем. Однако через несколько минут одна из шальных ракет попадает в склад с зенитными ракетами, раздается чудовищный взрыв, в небо поднимается огромный огненный шар, образуя гриб, похожий на ядерный. Жители Североморска видят ослепительную вспышку, вслед за которой приходит ударная волна, которая выбивает стекла в домах. Выбитые стекла в витринах торговых павильонов ранят людей, в городе начинается паника, происходящее напоминало начало Третьей мировой войны. По воспоминаниям местных жителей, к причалам, где были расположены боевые корабли, бежали военные. В это же время город покидали женщины и дети, вместе с ними были замечены и мужчины, которые оставили место службы и пытались скрыться. По оценкам экспертов, мощность зарядов зенитных боеголовок была такова, что равнялась мощности слабого термоядерного взрыва. Спустя несколько минут произошел еще один мощный взрыв, это взорвался склад крылатых ракет. На тот момент Северный флот лишился половины своего арсенала. Военные не понимают, что происходит. Происходящее напоминает начало боевых действий. Весь Северный флот получает приказ «Боеготовность номер один», которая объявляется при начале настоящей войны. Офицеры, схватив папки секретными документами, бегут в скалу. Специальный командный пункт на случай ядерной войны. Все боевые корабли в срочном порядке уходят в море. У причала осталась подводная лодка, которая на момент произошедшего инцидента стояла на погрузке. Рядом с ней лежала ракета с ядерной боеголовкой. Если бы одна из шальных ракет попала бы туда, все закончилось бы страшной трагедией. У берега оставляют единственный корабль – атомный крейсер «Киров», который обладал новейшей системой противовоздушной обороны. В задачу крейсера входило защитить город и местных жителей от неконтролируемых ракет, которые продолжали летать по непредсказуемым траекториям. В это время жители Североморска, думая, что по городу нанесен удар, бросают квартиры и выбегают на улицы. Некоторые пытаются закрыть лица платками, полагая, что город подвергся радиоактивному заражению. Из города выстроился поток машин. Женщины отдавали детей незнакомым людям, лишь бы их вывезли из города. Только минут через 40 предпринимают меры, мобилизуют общественный и служебный транспорт. Людей собирают по городу и отвозят в район поселка Кортик. Детей в срочном порядке вывозят к бомбоубежищу авиабазы, расположенные рядом с поселком Сафонова. Как только из города выстроился поток машин, на контрольно-пропускной пункт между Североморском и Мурманском поставили взвод морской пехоты, которая проверяла документы у лиц, покидающих город. Комендантский взвод задержал более 20 офицеров, которые, оставив место службы, пытались скрыться из города. К утру невероятными усилиями пожарных огонь на складах был ликвидирован. Однако полностью ликвидировать последствия пожара удалось только через 5 дней. Самое страшное заключалось в том, что на складах с боеприпасами хранились также ядерные заряды, которые чудом остались невредимыми. В страшном пожаре сгорело огромное количество ракетного топлива. Невероятным везением было то, что ветер дул от города и огромное ядовитое гептиловое облако не попало в Североморск. Иначе последствия катастрофы были бы намного трагичнее. Точных данных о погибших нет до сих пор. Одни источники указывают о 200 жертвах, другие говорят, что погибших было намного больше. Однако есть точные данные, что погиб капитан третьего ранга Садовлахов и матрос Рамис Джабраилов. Также погиб один из нарядов пожарной бригады. Их машину разорвало в клочья ударной волной. Многие ликвидаторы аварии погибли позже в госпиталях от осложнений, полученных при очистке территории от ядовитого ракетного топлива. Сын Елены Пономаревой, которого в апреле 1984 года призвали на Северный флот, участвовал в ликвидации последствий от взрыва. Уже в августе того же года он оказался в госпитале с диагнозом «острый лейкоз». Спустя полгода Виктор Пономарев умер. В компенсации за смерть сына Пономаревой отказали. Эксперты убеждены, что Виктор пострадал при очистке военной части от ядовитого ракетного топлива. Однако чиновники не признают, что Виктор погиб на службе, так как его успели комиссовать за три месяца до смерти. После аварии был снят с должности заместитель командующего Северным флотом адмирал Владимир Кругляков, а после и сам командующий, герой Советского Союза адмирал Аркадий Михайловский. По официальной версии, причиной пожара, а после взрыва был брошенный окурок, от которого загорелся сухой мох. По версии следствия, несколько матросов, находясь на посту, курили в неположенном месте. Все подозреваемые были задержаны. Однако ряд экспертов считают, что матросов попросту сделали козлами отпущения, и они не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту. Эксперты объясняют, что боеприпасы хранятся в специально укрепленных помещениях. Более того, они запаяны в непрогораемую оболочку. Пламени от непогашенного окурка будет недостаточно, чтобы отправить на воздух оружейные склады. В прессе случившаяся трагедия практически не освещалась. До сих пор нет никаких подробностей об этой катастрофе. Все данные, известные на сегодняшний день, были составлены со слов очевидцев, жителей Североморска и бывших военных. До сих пор нет никаких данных, был ли это несчастный случай или диверсия. Ядерный грипп над Североморском остается самой загадочной катастрофой в истории Советского Союза.